В день открытия Чемпионата мира по футболу мы продолжаем спортивную тему. Самый длинный футбольный матч сыграли в августе 1981 года две ирландские команды футбольного клуба Калинаферси. Победитель вывелся лишь через 65 часов одну минуту. Представляете, сколько нервов было потрачено болельщиками, а сколько закусок было съедено за это время. Да сколько сил меня просто поражает, столько играть, это все, поспать успели. Кстати, статистики подсчитали, что в дни проведения футбольных матчей продажа чипсов, рыбы, колбасы увеличивается в пять раз. Ох, как ты сейчас лайфхак производителям и продавцам подкинула. Сегодня нашим зрителям, болельщикам, мы предложим необычный вариант закуски и соберем букет футбольного фаната. В студии у нас Оксана Савченко, декоратор и автор необычных букетов. Оксана, доброе утро. Доброе утро. Да, ну подскажите, пожалуйста, я, честно говоря, еще ни разу не сталкивался с тем, что можно собрать букет настоящего болельщика. Как давно вы этим занимаетесь? Да ты посмотри, из чего? Сколько вы их уже успели сделать за свою жизнь? Ой, вы знаете, если честно, я не подсчитала, сколько, ну много, уже два года этим занимаюсь. Давайте попробуем. Это пользуется популярностью и спросом? Очень пользуется. Почему я оказался мимо этого вот тренда? Давайте попробуем, конечно, мне очень интересно. Давайте. Так, смотрите. С чего начнем? С чего начнем? Нам понадобятся вот такие обычные бамбуковые шпажки, их можно приобрести. Ну, в общем, везде, в магазине, да. Выстрелить. Перчик чили, ну, для перчиночки, да. Я беру сыры, несколько видов. Ну, то есть это те закуски, которые чаще всего употребляют в время просмотра различного рода матчей. Слушайте, ну, аромат такой, что я вот не кока-колу бы хотел бы видеть на столе. Да, я вижу, что слюнки потекли. Слюнки потекли, да. Я только от того не могу понять, почему перец чили. Я вот ни разу не видел человека, который бы употреблял перец чили. Ну, во-первых, это для брутальности. Для красоты, наверное. Для красоты, конечно. Некоторые едят, прям, правда, перец чили едят. Ну, хотите... Те, кто любят в Астрее. У меня некоторые женщины даже заказывают своим мужчинам и прям говорят, мне перчик надо, мы его употребляем. Ух ты! А вот фисташки, это нужно еще какой-то клей, видимо, было использовать для того, чтобы так их нацепить? Да, это обычный клей-пистолет, который... И каждая фисташечка... Каждая фисташечка насаживается, да, делаются такие красивые колосочки. Главное, чтобы она отклеилась. Очень хорошо отклеилась. Когда они не раскрываются, а тут еще и приклеенные. Итак, с чего сейчас... Смотрите, мы уже заранее насадили на шпажки. Я шпажки напополам разрезала. У нас и колбаска. Колбаски, да, это сосисочки. Так, еще для зелени мы добавляем розмаринчик. И для аромата. Для аромата, да. И некоторые... Петрушечку, например. Ну, чтобы букет был похож на букет с зеленью. Да, да. Давайте приступим. Давайте приступим. Так, ну, я тогда тоже надену фарту, как и вы. Готово, да, ты все-таки фарту? Сейчас нам надо составить две композиции. Две композиции получится. Одна колбасная, другая штырная? Нет, нет, нет. Две композиции мы это все приделаем в бутылочке. Она тоже фигурирует все-таки в этом букете. Обязательно. Мы сейчас на нее... А мы вообще будем сейчас делать... Что делать мне? Сейчас, смотрите. Вы мне будете помогать. Я буду составить. Так, держите скотч. Вот, скотч тебе доверили. Заклеиваешь рот. Ну, хоть скотч мне доверили. И молчишь на протяжении всего матча. Рот придется заклеить. Тогда начинается чат пишины. Пошли один. Да, кстати говоря. Напомним еще раз. Матч сегодня в 10 вечера начинается. Время, когда уже нельзя выражать громко свои эмоции. Это 11.00 вечер. Поэтому болейте потихоньку. Крепко нужно замотать? Крепко, да. Потому что букет можно не разбирать. И прям пить есть с него. Сейчас я вам покажу. Он будет самостоятельно стоящий. Хватит? Это так же, как шашлык. Мне больше нравится именно на шампуре, когда он... Да. И оттуда его употребляют. Они так просто в тарелочку сделали и просто мясо жареное. Так, дальше что? Так, сейчас вторую сделаем. Вторая композиция тоже самое. Все тоже самое, да. Это вот прям... Скажите, а вот это для себя заказывают или в подарок для кого-то? Нет, обычно в подарок. Ну да. Я не знаю, я бы сам съел, пока только нес. Приходишь для того, чтобы посмотреть матч с кем-то из своих друзей и не с пустыми руками, а с букетом. Ну, сюда можно добавить еще рыбу. Она тоже на шпажку хорошо пойдет. Рыба обязательно. Ну, кто любит рыбу, да, просят с рыбкой. Что еще можно? Чипсы, но там будет сложнее их насадить на шпажку. Нет, есть мясные чипсы, они прям такие мясистые. А, мясные чипсы, да, конечно, как я мог о них забыть. Есть и такие. Можно сухарики. Я делаю домашние сама, то есть прям длинненько так хлеб обжариваю, его делаю с чесночком, со специями и тоже. И тоже пойдет букет. Есть букеты, например, я сейчас только что придумал, премиум класса, креветки. Они тоже хорошо нам должны быть. С раками делают, с креветками делают. И с раками делают, да? С раками, да. Ух ты! Так, смотрите, теперь нам надо вот это все вот так вот примотать. Я потеряла кончик коча. Да, он такой коварный, он не успела. Настя, Настя, ну как же ты не знаешь, что скотч это та самая штука, которую терять просто нельзя. Если ты только упустила, вот, и он приклеился, все, после этого начинается время нервов. Когда ты не можешь найти, вроде вот-вот нашел, а это просто какой-то изгиб. И придется пойти пообниматься с деревьями, чтобы успокоиться. Да, подходишь к тополю, как мы выяснили именно, он забирает всю негативную энергию. Смотрите, я вот так вот делаю. А теперь мы прикрепляем все это дело к бутылочке. Все крепко, да. А вторую композицию? Сейчас еще. Подождите. Сначала первую нужно крепко прикрутить, а потом уже заниматься второй. Даже я это понимаю. Так, держите бутылочку, чтобы она не упала. С другой стороны? Лишние я, да, обрезаю, чтобы они... Слушайте, ну как вы быстро и ловко собираете эти букеты. Вот сегодня, знаете, мы вам скажем, у нас были гости. Давайте-ка. Намечается просмотр первого матча чемпионата мира в Доме кино. Там будет 150 человек. Можете... Подставку букетов туда. Да, чуть пораньше подходите и там уже предлагать вот такие букеты. Думаю, никто из них... Прямо там на месте уже все разберутся. Да, никто из них не откажется, потому что это будут символисты. Я думаю, достаточно крепко уже. Так, держите. Главное, кончик не потерять. Так, смотрите. Дальше. Фисташки куда будем прицеплять? Фисташки мы... Вот куда нам понравится? Просто вот в любое место. Просто воткнуть и все? Просто воткнуть. Можно сохранять баланс. Да, надо вот изначально сохранять баланс. А потом, когда мы уже завернем, он уже будет нормально стоять. Слушайте, на такой букет, вот я уже вижу, какой он получается, он может на самом-то деле и отвлечь от просмотра футбола, потому что аппетит пробуждается, слюноотделение начинается и все. Думаешь только о еде, а не о том, как играет наша сборная. Нет, он помогает. Он помогает. Да. Но мы будем надеяться, что он будет помогать и болельщикам, и... Ну, и зелень. Ну, это все-таки мужской букет, или женщинам тоже такие дарить можно? Ну, женщинам можно тоже дарить, некоторые для женщин заказывали. Для себя? Не для себя, а также в подарок. А для своих подруг. Да, для своих подруг. Так, ну все, это у нас лишнее осталось. Так, держите. Так, это заготовка. Мы сейчас. А, мы теперь украшение, наверное. Да, конечно. Это самое главное. Все это выглядело, как настоящий букет. Так, держите. Сейчас я... Ну, очень. Упаковочная бумага. Каких вариантов может быть? Кроме того, который у нас. Я использую как бы английскую газету, она шикарно смотрится. Еще есть черная обычная упаковка. Есть... А какую-нибудь яркую можно? Да, да. Мне прям с упаковочкой. Мне такую-такую-такую-то. Хорошо. Я думаю, только сегодня после просмотра нашей программы можно будет уже вечером увидеть людей, которые идут по городу, куда-то в гости и несут вот такие букеты. Съедобные букеты. Съедобные букеты, да. Давайте сделаем, наверное, триколор. Да, у нас же сегодня открывается сборная России. Вы посмотрите, все просто по фэн-шуй, как и должно быть. И вкуснотища, и патриотические нотки, и красота, и все в одном. Держу уже в последних сил. И есть-то уже не захочется, я думаю. Мне многие, когда забирают, говорят, ну как же его бы довести бы? Потому что такой запах, да, от него. Итак, финальный уже отрывок у нас остался. Рывок буквально. Судья дает свисток, игрок разбегается, замахивается и бьет по мячу. Мяч летит в створ ворот, и вратарь в Саудовской Аравии, разумеется, не успевает поймать этот мяч. А у нас тем временем готов вот такой букет. Вы посмотрите, вот что значит букет настоящего футбольного болельщика, который, я думаю, должен символизировать весь чемпионат мира 2018 года, который проходит в нашей стране. Ура, гол! Ура, гол! Оксана, ваши бы слова, да богу, в уши, чтобы сегодня был не один гол, конечно же, в исполнении нашей команды. Оксана, спасибо большое, что этим утром к нам пришли, провели такой мастер-класс. Я думаю, эти букеты точно будут пользоваться популярностью в ближайшее время. Те, кто проживает в местности сельской, могут использовать сало, копчености, огурцы, помидоры, все что угодно. Все пойдет в проб. Спасибо большое. Оксана Савченко, декоратор, была у нас в гостях. Спасибо огромное. Спасибо.